18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. В Ненецком округе свои голоса досрочно уже отдали более двух тысяч избирателей. В Наримаре прошел съезд оленеводов Ненецкого округа. Что больше всего волнует оленеводов и как власти будут решать острые проблемы, расскажет Любовь Пермякова. Работникам ПОКИТС присвоили профессиональные почетные звания Ненецкого округа. Торжественные мероприятия приурочили ко дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. 18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации. В день голосования в Ненецком округе в 8 утра откроется 51 избирательный участок. Пять из них в поселке Искателей, 11 в городе, 35 на селе. Всего на территории Ненецкого округа зарегистрировано 34 тысячи 4 избирателя. В участковых избирательных комиссиях будет работать 306 человек. Все они прошли необходимое обучение и тестирование. На избирательных участках будет вестись видеонаблюдение. Видеонаблюдением оборудованы пять городских избирательных участков. Это избирательный участок номер 41 АТП, номер 42 вторая школа, номер 43 пятая школа, номер 44 дворец спорта Норд и номер 48 первая городская школа. В Искателе видеонаблюдением оборудован один участок, расположенный в поселковой школе. Три избирательных участка обеспечены комплексами обработки избирательных бюллетеней или, коротко, КАИБами, которые позволяют в режиме реального времени ввести подсчет результатов голосования с 8 утра и до 8 вечера в автоматическом режиме. 18 марта избирательные участки будут работать с 8 утра и до 20 часов. Тем, кто по состоянию здоровья или по инвалидности не сможет лично прийти и проголосовать на участок, до 14 часов 18 марта необходимо в устной либо письменной форме обратиться в свою территориальную избирательную комиссию для голосования на дому. Ну а те избиратели, кто в силу разных обстоятельств находится вдали от избирательных участков, примут участие в досрочном голосовании. На сегодняшний день в Ненецком округе досрочно проголосовали уже более 2000 избирателей. Из них большая часть это сотрудники организации нефтегазодобывающей отрасли, которые в день голосования будут находиться на месторождениях. Досрочно отдали свои голоса за главу государства 200 с лишним оленеводов, и чем работниц. Еще 31 избиратель отпустили бюллетени в избирательную урну в населенных пунктах округа, где участки не образованы в связи с малой численностью зарегистрированных избирателей. Это деревня Осте, Мгла, поселок Варник и деревня Куя. Напомню, на сегодняшний день в округе досрочно проголосовали уже 2375 избирателя. Бюллетени с их выбором будут храниться в переносных урнах до дня голосования. В Наринмаре состоялся шестой съезд оленеводов Ненинского округа. Он собрал за одним столом представителей сельскохозяйственных производственных кооперативов, колхозов, семейнородовых общин со всех отдаленных уголков Заполярья. Что больше всего волнует оленеводов и как власти будут решать острые проблемы, расскажет Любовь Пермякова. 26 делегатов из 10 сельскохозяйственных кооперативов, одного акционерного общества и пяти семейнородовых общин на шестом съезде оленеводов Ненинского округа приветствует глава региона Александр Цибульский. Мы вместе уверены, что сегодняшний съезд позволит нам обсудить эти вопросы и выработать подходы для этой работы. Я очень рад, что у нас этот год, как вы знаете, по пожеланию жителей объявлен годом оленеводства. Мне бы очень хотелось, чтобы этот год не остался на уровне пустых разговоров и написания многочисленных бумаг, а все-таки мы завершили конкретными мерами и к концу года могли подвести итоги и понимать, что мы сделали какие-то практические вещи, которые улучшили оленеводство как отрасль, как вид традиционного хозяйственной деятельности, но и в первую очередь понимать, что этот год прошел таким образом, что каждый оленевод стал чувствовать себя лучше, уверенней и смотреть в будущее с оптимизмом. Пока с уверенностью смотреть в будущее у оленеводов не получается. Нерешенных проблем в каждом оленеводческом хозяйстве много. Большую часть из них озвучил руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива «Ижимский оленевод» Константин Личутин. Устренний достаток кадров. Кадров-то чего им хватать? День не платить не можно. То есть в первую очередь мы сокращаем, вот сейчас здесь минимальная плата труда, мы сократили там 10, вот мы говоря, старожей, ложь, ну еще чего-то. Следующие подбить специалисты. Также, по словам Константина Михайловича, в округе отсутствует четкий механизм эффективного сбыта продукции оленеводства. А как его сбывать, если округ закрыт? Округ закрыт для внешних рынков вообще. 20 лет подряд уже закрыт. Мы не можем, мы не выйдем никуда. Почему? Потому что сегодня, если мы здесь реализуем по 300 рублей, 310, 300 вместо комбината 300, то оптовая цена у нас 250 рублей. В Питере, в Москве возьмут. Но порядок так сделан, что мы получаем субсидии, только мы тоже реализуем на мясокомбинат. И вот он 780 принял, он хорошо живет. А остальные 800 тонн, куда? Они никому не нужны, выражаловаться оленеводы, что они никому не нужны. То есть надо выпускать, надо открывать двери и выпускать, выпускать. Но экспорт, да, экспортным потенциалом, 3 хозяйства обладают, там, пути леча, и женский ленивод, да, обладают потенциалом. Остальные нет. Остальные завязывают на утренеры рынка. Новый убойный пункт в прошлом году построил кооператив ЕРФ. В итоге такая модернизация для хозяйства обернулась трагедией. Весь 2017 год прошел в тяжелейших судебных тяжбах с окружной администрацией. Ну, вы сами знаете, что сходили, а не он строил кооперативный пункт на свои деньги. Были еще возможные договоренности, окружная администрация, в десерт Беллака, Киселева. Слово, будет возвращать счастье, возврат, подмечения всего возможного. Ну, как мы все построили, все это расставило, как призрачный мираж. Ни кто ничего не хотел платить. Даже вот такая вещь, как дотация за данное место. По новому закону, который тут же был спешно принят, а его дает по карьеру, мы не имели права его просто получать. Своё право кооперативу ЕРФ пришлось доказывать в Верховном суде. В итоге суд они выиграли. Но недоверие к окружным властям осталось. Ответ перед оленеводами держит глава региона Александр Цибульский. Я, во-первых, со многим, что я сказал, кстати, 20-26, спасибо вам большое, потому что он снял с меня задачу некогда вещей озвучивать. Я считаю, что они вернут. Ну, вот первое ощущение, мы сегодня так поговорили, откровенно всем довольное слово, кто хотел выступить, сказал, проблема. Ну, большая часть из тех, ну, и слональный характер, который решается на уровне руководства, испыкает других объединений. Действительно, надо разбираться с этим. Но, вообще, проблема-то она намного больше. Ну, во-первых, слава Богу, что действительно этот год оленеводской власти есть возможность и направлено этими проблемами позаниматься. Но меня, честно говоря, немножко смущает наш департамент. Скажу вам честно, и к нам не планирует, но сейчас немножко вас притиховать, не обижайтесь. Дело в том, что мы, если не будем четко понимать стратегию развития оленеводства по подросту, мы, в принципе, не сможем через это. Мы будем бесконечно затекать локальные проблемы, которые возникают непосредственно в жизни каждого оленевода, но мы не решим задачу. Мы потрачим очень много денег, а в результате все равно не дамеемся никаких целей. По словам Александра Цибульского, чтобы решить проблему оленеводства, у округа должна быть выработана четкая стратегия развития. Она поможет вывести отрасль на новый высокий уровень. Сегодняшние предложения оленеводов окружные власти услышали. Они войдут в итоговую резолюцию съезда, которая станет основным инструментом к действиям. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Память земляков-оленеводов ветеранов Великой Отечественной войны почтили в Наринмаре участники 6-го съезда оленеводов. Торжественный митинг и возложение цветов прошел сегодня у памятника оленно-транспортным батальонам. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 7 тысяч ездовых оленей, 600 оленеводов, каюров. Они помогали обеспечивать солдат боеприпасами, вывозили раненых с поля боя, их вклад в победу не оценим. Все участники митинга с благодарностью отмечают, а отрадно, что в Наринмаре появилось место, где можно почтить память о ветеранах-оленеводах, жителях Ненецкой тундры. С чувством скорби и с чувством гордости за наш народ приходят к этому месту и почтят память наших ветеранов, которых большинство уже нет с нами и которые еще есть, и которые мы должны обязаны заботиться, а память о них вечно в наших сердцах. У меня воевал дедушка Валей Василий Николаевич. Он, конечно, воевал не на Карельском фронте, он воевал в Воронежской и Первой Украинской фронте. Я посмотрела, это была 58-я стрелковая дивизия, и он воевал на самом острее Курской дуги. А что такое Курская дуга, наверное, все знают. Поэтому это многое значит для всего ненецкого народа. И лично для меня, для нашей семьи, лично для моих родственников. С профессиональным праздником, Днем работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства поздравили сегодня работников предприятия Объединенных котельных и тепловых сетей. На торжественном мероприятии первые лица округа и руководство предприятия честовали коллектив и наградили отличившихся коммунальщиков за хорошую работу и многолетний труд. В цехе, где собрался коллектив предприятия Объединенных котельных и тепловых сетей, полумрак и совсем не жарко. Обстановка рабочая. Торжественная церемония начинается с награждения Александра Лидер, заместителя руководителя Департамента строительства, ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа вручил поздравительные адреса и поздравил с присвоением званий почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа Нину Ворсину и Инну Ермолину. Почетная грамота администрации Ненецкого округа награждена заместитель главного бухгалтера по КТС Татьяна Попова. Благодарственное письмо губернатора Ненецкого округа вручено Роману Корку, слесарю-ремонтнику ремонтно-восстановительного цеха. По мнению Романа, в основе успешной работы слаженный коллективный труд. Смотря какие утечки, есть небольшие, есть сложные. И все зависит от коллектива. Если коллектив дружный, то устранится быстро. По словам директора предприятия Натальи Бетхер, работа стабилизируется. В этом году введена в строй вторая котельная, построен транспортный цех. Депутат окружного собрания Виктор Кмитя отметил, что за всю историю существования предприятия были разные периоды. Навсегда ПОК давал тепло жителям города в любые морозы. И вот в любой морозный день мы оцениваем работу вашего предприятия. И мы все прекрасно понимаем, что на севере тепло – это жизнь. Без всего можно обойтись, без тепла не прожить. Благодаря вашему самоотверженному труду это несколько не преувеличение, потому что за этот год я убедился, что вы люди, чей труд, я считаю, действительно недооценен, но вы несете очень благую и ответственную миссию, потому что без самопожертвования в какой-то степени и того труда, который вы вносите, невозможно было бы проживание в условиях Крайнего Севера. Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей образовано в 1984 году. Основная задача – производство пары и горячей воды, тепловой энергии котельными, бесперебойное снабжение потребителей теплом и безаварийная работа оборудования источников тепла, тепловых сетей, оказание населению предприятиям города услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению. Власти Ненинского округа упростили процедуру получения земли многодетными семьями. Количество обязательных документов, необходимых для получения земельного участка в округе, сокращено наполовину. Изменения в действующее положение о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям внесены на заседание администрации округа. Предваряя доклад, глава региона Александр Цибульский подчеркнул, что перечень документов, которые требуются для предоставления участков, явно избыточен. Этот вопрос неоднократно поднимали многодетные семьи на встречах с руководством округа. Документов, которые на сегодняшний день в соответствии с 210-м федеральным законом о предоставлении государственных муниципальных услуг заявителей в праве не предоставлять. К ним относятся документы, подтверждающие факт совместного проживания детей с родителями, копии свидетельства о заключении Прага, копии свидетельства о рождении, документы, подтверждающие нахождение родителей на учете нуждающихся о получении жилищных условий и ряд других документов. Мы предлагаем эти документы запрашивать органы местного самоуправления самостоятельно в рамках межлендства информационного взаимодействия. Ряд документов органы местного самоуправления будут теперь запрашивать в госорганах самостоятельно. Среди них копии свидетельства о заключении брака, свидетельств о рождении, справок об инвалидности, документы, подтверждающие факт совместного проживания детей с родителями и подтверждающие постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Собака, виляющая хвостом, не всегда друг человека. Речь о тех питомцах, которые находятся на самовыгуле. Стаи собак на улицах города и окружных сел пугают жителей. Как правило, у собак есть хозяева, только почему-то бегают они сами по себе, наводя страх на детей и мамочек с колясками, на детских площадках или поджидая своих хозяев у магазинов, детских садов и школ. Александра Литкова попыталась разобраться в том, почему беспечность хозяев домашних питомцев порой оборачивается плачевными результатами. Во-первых, они могут нападать на людей, на детей. Все, что угодно от них можно ожидать. Так что очень отрицательно. Это надо наводить порядок с ними. Навести порядок самовыгулом собак, как оказалось, непросто. Никакие правила и нормы, и даже штрафы в настоящий момент не спасают ситуацию. Правила содержания домашних животных, в том числе собак и кошек, утверждаются на федеральном уровне. К сожалению, на сегодняшний день они на федеральном уровне не приняты. Поэтому действуют по-прежнему правила содержания собак и кошек, которые утверждены еще в РСФСР. Нормативным правилом акта правил содержания собак и кошек в населенных пунктах. За то, что собственники животных домашних, собак, кошек, соответственно, нарушают данное правило, предусмотрена административная ответственность кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. На сегодняшний день, согласно окружному законодательству, всю работу по отлову и содержанию собак на самовыгуле выполняет станция по борьбе с болезнями животных. Выезды сотрудников на отлов собак проходят регулярно, в том числе и в села округа. Но собак на улицах меньше не становится. Как считают специалисты, все зависит от самих хозяев. В основном собаки обитают в детских площадках, возле магазинов. Все хозяйские собаки. Кого-то подкармливают, кого-то пинают, там еще всякое разное. Так что, я не знаю, с этим надо бороться. Надо, чтобы люди сами уже за голову взяли. Хозяева собак, отпуская своих питомцев на самовыгул, тем самым провоцируют так называемые собачьи свадьбы. Люди, пугая своры собак, вызывают службу по отлову безнадзорных животных. После того, как собак поймают, их помещают во временный питомник. И тут о них вспоминают неродилые хозяева. И, конечно, хотят вернуть своего любимца. Возмущаясь, как дорого обошлось его содержание в питомнике. Сейчас это 340 рублей в сутки. При этом, говорят в станции по борьбе с болезнями животных, обвиняя сотрудников в том, что они хотят побольше заработать на собаках. Вот у нас целая папка заявлений. Прошу возвратить мое животное. Это только те люди, которые своих животных забирали у нас с нашего пункта. С начала этого года. Их очень много. Есть даже по два раза забирали, есть по три раза. Я не знаю, почему так происходит, но уверена, это только потому, что таких неродивых хозяев просто конкретно не штрафуют. Вот я считаю, если будет уже максимальный штраф, то люди задумаются, ну и не будут выпускать свое животное на самовыгул. В окружных селах ситуация с безнадзорными собаками обстоит не лучше. В каждом муниципалитете есть административная комиссия, которая рассматривает дела по нападению собак на людей и выписывает штрафы неродивым хозяевам. Но не всегда люди готовы писать заявление на своих же соседей участковому, даже если их покусали. Вместо этого они обращаются к главам с просьбой как-нибудь решить проблему. Глава, в свою очередь, может разве что вызвать специалистов по отлову безнадзорных животных. Все строится на том, что ответственность каждого должна быть перед животным, которое он содержит. Если мы не будем завязывать свою собаку, а смотреть только на соседскую и говорить, она вот бегает, то ничего хорошего у нас не получится. Поэтому ответственность каждого гражданина за то животное, которое он приучил, которое он содержит, в частности, в большинстве это, конечно, собаки, если он ответственно его содержит, завязывает, выгуливает на поводке, не водит его с собой в детский сад, в школу не приходит, на 9 мая к памятнику со своей собакой. Ну, то есть на этом и держится уважение к односельчанам и соблюдение правил. Если вы не хотите, чтобы ваша собака оказалась в пункте временного содержания животных, значит, выгуливать ее нужно на поводке и при возможности чипировать, чтобы при поимке животного можно было сразу определить, есть ли у него хозяин. Александр Литкова, Владислав Носкин, Антон Ведряков, Телеканал Север. И на этом у меня все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...